Итак, самое-самое доброе утро, восьмое января, декабря, боже, что-то у меня вообще с памяти странное происходит. Может с этого все и начинается. Я вчера так хохотала, приехала домой, сыну рассказывала, вообще, я рассказывала, как у меня. Я когда что-то, о чем-то думаю, у меня, как правило, все это разыгрывается как кино, то есть я прямо вижу картинки какие-то. Вчера вспомнила фильм «Не везучий», у меня тут Юлечка, подружка моя новая, хорошая девочка, такая шкодная, молодая девчонка совсем, говорит, действительно все забываю. Повернусь, раз, повернусь, пока до кухни дошла, забыла, зачем шла. А Юля у меня то же самое. У меня-то, как бы, наверное, с самого детства такое было. И вот сейчас, вот тут два несчастья встретились, два одиночества. И я вчера прямо увидела нас с ней вместе, точно по этому фильму. Как он, как он французский фильм опять забыла? «Невезучий». Я думала, что я могу пока дайдут, но я так хохотала, да, слез, сама ехала, как дурочка хохотала. Жалко, камера не была включена, я такая, даже не думала. Ну что ты, туда или сюда? «Make your mind». «Make your mind» — это, значит, принимай решение. Как бы «make your mind». «Mind» — это сознание. Делай свое сознание, как бы, принимай решение, как бы, определись. «Make your mind» — это, значит, определись, что ты хочешь. Ладно, это маленький урок английского, американского. Короче, Юля все забывает. Ну я так тоже, как, я замечала за собой, что я часто забываю. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Ну я еще подобрала чуть-чуть, конечно, и это. Оттуда. Еду вчера, вспоминаю, думаю, стоп, я что-то купила сегодня в Русси, а где? Кинулась? Нету. Обрыла всю машину, ну где может быть? Я купила вчера набор, столовый набор, вилки, ложки и поварешки. И купила каталку такую красивую для теста. Потому что когда-то делала видео со старой каталкой, которая мне досталась еще по наследству от прошлой жены, от нашей, от Дугласа. Она такая стрёмная, что уже, думаю, не, надо себе купить эту нору мальчику. Мне даже в голову никогда не приходило поменять. Я просто видела красивую, думаю, стоп, надо поменять. Вот это я все купила, заплатила деньги, порядка 40 долларов за все за это. Ага, взяла с собой чек, чек у меня лежит в машине. Знаешь, я приезжаю домой, вытаскиваю, а я даже забыла, что. Я в ванне там купила что-то, вытаскиваю все вещи, все, а потом зашла на кухню, думаю, стоп, а где-то ж мои кухонные принадлежности новые. Кинулась? Нету. Думаю, ага, наверное, я сзади положила, в багажник. Открываю багажник, нет. Я такая стеория почушу, думаю, странно. Потеряться? Бедея я открываю в ванне, а так и бедя. Ну, куда же они могли подеваться? И тут до меня доходит, что я их в магазине оставила. Я даже увидела картинку эту. Я просто увидела, как я отхожу от этой, как я отдаю тележку этому мальчику, который там security стоит. И думаю, да, вот это да. И у меня так раз, ну, нет, не сразу. И потом я поехала, а потом думаю, ничего, завтра съезжу, заберу все. То бишь, сегодня сейчас поеду заберу. Сейчас Юлечку заберу, и мы поедем вместе. То есть у меня были там, я могу что-то забыть, но так в магазине вещи никогда в жизни не забыли. Это вообще первый раз в моей жизни. Ну, все в жизни бывает когда-то первым. Первый поцелуй, первое замужество. Первый провал памяти. Ладно, бог с ним. Старость меня дома не застанет. Это ни о чем вообще не говорит. Хотя, название есть хорошее, склероз. Фу, все, это не обо мне, это не для меня. Эй, склероз, до свидания. И вчера что-то ехала в машине, и вдруг я увидела нас двух таких с Юлит. Два таких одиночества. Держимся за руки, как это в конце фильма. В конце фильма, когда их на плоту куда-то унесло. Конечно, я так хохотала вчера вечером с собой, что я просто, просто такой какой-то был приступ веселья сумасшедший. Ну, видимо, это вот после нервов, истраченных на тех вот жаб. Ну, ладно, не буду об этом. Ладно. Короче говоря, я потом когда-то лет через сто посмотрю эти видео и скажу, ага, первые, первые, первые ласточки потери памяти появились у меня в 2011 году, когда это было свои покупки в Росе. Ать, ать, ать. Думала проехать на желтый свет. Не, 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 не получится кровь. Ладно. Второе. Это первое было. Второе. Сегодня утром выхожу с Дугласом завтракать. Я рассказывала, у нас каждый день уже как ритуальчик такой у нас маленький. Потому что мы редко бываем вместе, честно. Потому что я где-то мотаюсь, он где-то, он думает, конечно, ну, делает, либо если не дома, так он по магазинам краски какие-то покупает, что-то. Так редко мы бываем дома, чтобы у нас поговорить. То нам телевизор вечером мешает, то компьютер нам мешает. А так вот утром как бы тишина, покой, птички поют. Мы открываем дверь гаража. Он меня уже ждет, уже завтрак time, breakfast time. Собака с нами обязательно. И там кусочек ее сыра, она такой же ждет. Ну, у нас это все, у нас это уже как бы, это такой, как сказать, ритуальчик такой уже прям, как часть нашей жизни такой. Это каждый день должно случиться. Что бы ни было, завтрак у нас должен быть вместе. И вот, ну, и на завтрак мы разговариваем, там, какие у тебя планы. Дуглас Минец пишет, ну, какие у тебя на сегодня планы? А мы. Я говорю, никаких. Вообще, говорят, с утра проснулась, я думаю, вообще, куда пойти, куда податься. В кого влюбиться, кому отдаться, не знаю, говорю. Он говорит, ну, тогда будь, будь своим любимым мужем дома целый день. Я говорю, ага, сейчас. Ты чего, хочешь, чтобы я тут это, мне крылья нельзя подрезать? Я когда дома, у меня крылья подрезаны. Я такая себе хожу, вообще не о чем не даю. Звонок, Юля мне звонит. А ты что, передумала? Я говорю, что передумала? Она говорит, мы что бы вчера договаривались. Я говорю, да. Я говорю, Юля, это, конечно, я, конечно, опять обхохоталась. Я говорю, божечки мои. А я что пришла с мужем? Вообще, как будто кто-то взял резиночку и стер из моей памяти, что мы с Юлей сегодня договорились встретиться. Ну, вот поедем же сейчас забирать мои вещи из Роса, забытые мной. Храним кофе пить. Юлечка беременная. У нее 23 недельки сейчас. Такое дитя золотое. Ладно. Ну, вот и все. Старость меня дома не застанет. Я в дороге. Я в пути. Все, пока-пока-пока. Всех люблю. Самое главное забыла сказать. Боже мой, я сегодня утром, я рассказываю, я когда-то просыпаюсь утром, прочищу свои мозги и вернусь сюда на землю, потому что после сна обычно как-то я выхожу откуда-то, вот откуда-то издалека, издалека. Мне надо собрать себя в кучу. Ага, я это я. У меня вчера был такой сон. Я позавчера ночью вообще не спала. Я не знаю почему. Ну, надергалась с этими, с этими жабьем с этим. И вообще никак не спала. И так я ходила вчера целый день, вот такая вот ходила целый день. Кстати, доктор, конечно, ну ладно. Унес только позитивчик, ну и плюс ваши, конечно, отзывы вообще меня так на волну, так фух, подняли, и мне даже кофе не надо было пить. Я себя чувствовала вчера, замечательно. А потом что-то после обеда, когда домой приехала, что-то так с мужем прилегла на кино, смотрела какое-то. И как вырубилась, просто ушла вообще в никуда. У меня бывают такие моменты, что... Очень-очень редко такие моменты бывают. Вот такой глубокий-глубокий-глубокий сон, что я когда просыпаюсь, я даже не знаю, кто я. Зазвонил телефон, это доктор, доктор звонил мне, спросите, как я себя чувствовала. Зазвонил телефон, и я так... Пока сознание, вот сознание откуда-то издалека, издалека, пока вернулось ко мне, пока я поняла, что вообще, что существует Земля, что существует... То есть я ухожу вообще куда-то в небытие. Но это бывает крайне редко. Это бывает, может быть, раз в пять лет у меня такой сон просто... Вот я куда-то просто меня нет. Я же говорю, пока я... Ну, поэтому каждое утро, когда я после глубокого сна просыпаюсь, у меня самый глубокий сон — это утренний. Мне надо себя так в кучу всю собрать. Ага, я это я. Где я? Ой, я самая красивая, я самая счастливая. Сегодня будет самый лучший день в моей жизни. А пока сейчас сто песен не спою, какая я хорошая, какая я вообще пригольная, как у меня всё супер хорошо. И какие дети у меня замечательные. Спасибо тебе, Господи. Всех поблагодарю, кто вообще участвовал в моей судьбе и всё прочее, прочее, прочее. И всё. У меня тоже такой своеобразный ритуальчик. Мне так хорошо птички поют. Ну, я с этим... Сегодня будет самый лучший день в моей жизни. Я скакиваю с постели, бегу в холодный душ. Ору, как сумасшедшая, потому что сегодня так холодно было. 40 градусов. Это где-то градусов 8, наверное, 10 тепла было утром. Ну, конечно, когда холодно, вода тоже холодная под краном. Такая ледяная, обжигающая. Я уже под душем наорусь там. Накричусь потом перед зеркалом, как мой ритуальчик тоже. Я смотрю на себя только вот так. Никогда не смотрю на себя в зеркало серьезным лицом, потому что видно сразу все морщины. И начинаю кривляться там себе всякое разное. И как бы получается очень даже хорошо. Так, я вот сейчас... Чтобы не проскочить же, я сейчас снова проскочу и приеду не туда. И что я это начала рассказывать? А зачем я это стала рассказывать? Во, во, опять. Склероз, иди в задницу! Нас с тобой не по пути. Э-э-э, вот это мне не нравится. Встал в задницу, перегородил дорогу. Тихо, тихо, тихо. Тихо. А что я это стала рассказать? Тут помню, тут не помню. Ладно, потом вспомню. Вот я чуктя. Самое главное это забыла. А я почему стала говорить, что я проснулась и все это прочее? Потому что, естественно, после этого ритуальчика, когда там я себя соберу всю в кучку, у меня такой десерт начинается утренний. Я беру свой телефон, я его открываю, я нажимаю на месседжи, на почту, открываю. А у меня там вот такая вот череда ваших сообщений, комментариев, писем. Боже, сколько я получила писем, комментариев. И одно лучше другого, одно теплее, одно дороже другого. Боже, какое вам громадное всем спасибо. Вообще супер. У меня такая, такая зарядка сразу. Я с постели, как под... У меня крылья вырастают. Каждое доброе слово это крылья. И пусть они там задохнутся, эти жабы. Все равно, вот честно, когда тебя клюют каждый день, тебе говорят гадости. У тебя и настроение будет, у тебя и депрессия будет. А когда тебе поют песни, когда тебе говорят, какая ты суперская, как я тебя люблю, как я... Я тебя обожаю. Это просто, это придаю. Опять я проехала. Не, ну такое надо. Или не проехала? Прелесть, какая же я прелесть. Надеюсь, что я не проехала. Не, не проехала, нормально, все. Правильно. А когда циклишься на том, что памяти нет, она действительно начинает, начинает выдавать. Память-то хорошая. А тут с Юлей поговорила, Юля мне рассказала, как она теряет периодически память. Все, я тут же подхватила, у меня то же самое. Юлечка, мы сейчас с тобой, так будем работать над этим. Короче говоря, так что я еще раз, я в тысячный раз, в двухтысячный раз, я всю жизнь буду говорить громадное спасибо вам, девочки мои, мальчики мои, родные, все любимые, хорошие. И я сказала, что я вышлю открыточку, открыточку. Кто хочет, я вышлю на ваш адрес открыточку с новогодними поздравлениями, либо, если не успею, просто открыточку. Ага, вот он, желтый, она, у нас там желтый будет. Ну и где? Опять я проехала, да что ты будешь делать? Ладно, сейчас найду, вот тут мне надо сворачивать. Нет, не тут, да что ты будешь делать? Опять я потеряла Юлю. Не, ну это вообще нечто. Это 25-й раз, я к ней еду, я все время ее теряю. Ладно, пухнем. Мне прислали только два адреса, ребятки не стесняйтесь, и вообще для меня это как бы вообще, я с громадным удовольствием это сделаю, это вообще не деньги, это вообще не, это, короче говоря, присылайте мне свои адреса, особенно те, кто вот мои родные и любимые. Один мне пишет, Андрей, а я ваш родной и любимый, я твой родной и любимый. Я говорю, конечно мой родной, ты мой родной, опять я, говорю, конечно ты мой родной и любимый. Вообще, вообще не парьтесь, родной, либо неродной, нелюбимый. Присылайте все, кто хотите Вот Не, ну это вообще Это вообще что-то Какой-то замкнутый какой-то круг Поразительно Я не могу опять найти Это же вот оно рядышком Я опять не могу найти Я опять не могу найти эту улицу Это вообще нечто Ладно, не буду я это Короче говоря, всех люблю Обожаю всем сердцем Благодарность, просто Благодарность мою не рассказать словами Насколько, вы говорите, что я ваша Как бы зажигалочка, энергетика Нет, вы моя зажигалочка И вы моя энергетика Потому что без, вот честное слово Без ваших комментариев Без ваших прайс нашла Вот она Вот она эта улица Я просто раньше свернула А я могла бы там проехать Так, красный гараж, красный дом Надо запомнить, красный дом у меня справа Справа, справа Ну все Большое спасибо всем еще раз Просто громадное человеческое спасибо От всей моей души От моей широкой души Все, будьте счастливы Я действительно всем желаю Только счастья, здоровья Вчера опять залезла на этот форум Русских невест А потом, фу, какая я дурная Да что же туда лет Я вообще стерла все, постирала все И забыла Все, туда больше ни ногой Вот я к Юлечке приехала Все, всех люблю До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok